прозрачный экран диагональ данного экрана составляет 55 дюймов разрешение 1080 на 1920 прозрачность экрана составляет 80 процентов есть несколько сфер применения это в первую очередь реклама когда можно разместить сзади какой-то рекламный объект и также выводить информацию о нем можно размещать его в музеях когда сзади будет спрятано определенное какое-то произведение искусства и также будет выводиться вся информация о нем вторая сфера применения это общественный транспорт возьмем например и метро он будет установлен между двух стекол и также во время движения будет выводиться либо какая-то информационная реклама это например место следования состава либо реклама по прибытии на определенную станцию реклама либо дисплей будет выключаться чтобы человек понимал где он находится также возможно сфера применения это авиадиспетчеры потому что как правило они работают в компьютере еще должны наблюдать за определенным за воздушным судом он в человек сможет закрыть какой-нибудь рабочую вкладку либо выключить экран и посмотреть напрямую то есть сфер применения очень много то есть аналоги это как правило рынке китая разрабатывают но если брать территорию беларуси и российской федерации то мы единственное кто этим занимается на разработку ушло около года если брать среднюю стоимость что это от 10 до 14 тысяч белорусских рублей робот-экскурсовод может применяться в роде из личных сферах возьмем самое оптимальное это проведение экскурсии в музеях изначально строится карта определенного помещения загружается информация о каждой картине каждом авторе и после этого он может собирать группы от одного до 30 человек если даже быть точным количество групп не ограничено и про производить экскурсию будет рассказывать о каждом авторе каждой картине также возможно проведение каких-то мероприятий он будет разговаривать подходить каждому автору задавать какие-то вопросы получать ответы показывать эмоции и также он может иногда потанцевать но это у него по настроению здесь именно важную цель и горизонт применил в разработке программного обеспечения и начинки потому что сделать робота не проблема то есть это можно сказать пластика и железо главное научить его чтобы он работал и производил интерактив мы каждый каждый день пытаемся его улучшить